Всем привет! Сегодня у нас покраска капота. Он весь в транспортировочном грунте. Человек ездил, говорит, все заебись, это же грунт. Уже даже антигравию покрыл, потому что, потому что вот, рыжики. Уже лезут рыжики. Просто новый капот взял, испортил тем, что поставил на машину. Уже ездил около двух месяцев. Как так можно? Это же вообще подсудное дело. И из-за него сейчас придется все рыжики убирать. Ладно, будем работать. Смотрите, здесь вот видно. Вот эти все точки. Вот это все, рыжики. Просто человек ездил год на капоте, и в общем, капот у пиздец. Спорт в рыжике какой-то. Красавчик. А изнутри, смотрите. Еще все веселее. Тут прям... Очень много рыжей. Там она внутри. Уже. От нее избавиться уже будет практически невозможно. Эх, люди-люди. Злости не хватает. Казалось бы, новый капот. Все классно. Ну, с рыжиками, понятно, мы разобрались. Нанесем цельный грунт. Ну, даже на новом кавкоте уже тычка. Такая. Огромная тычка. Вот это реально. Иногда злости не хватает на то... Ну, хотя на самом деле не понятно. То ли запчасть такая пришла. Факт в том, что тычка есть. Даже новый капот придется шпаклевать. Все, тычку мы зашпаклевали. Окрашивать будем капот снаружи в два этапа. То есть, первоначально где-то, не знаю, там, с метров 20. Ту полосу, где была ржавчина особо. Много. Мы загрунтываем эпоксидным грунтом. И потом сразу, наверное, по мокрому же. Сверху уже обычным грунтом за грунтом. Грунтом наполнителем. И потом, в принципе, с той стороны внутренней так же. Потому что там, где очаги, надо антикоррозиненным грунтом. Иначе он пойдет. И клиент будет недоволен. Загрунтовали эпоксидным грунтом. Сейчас, 10-15 минут. По дождям. Затем перевернем. Также загрунтуем этим эпоксидным грунтом. Те части, где у нас шли рыжики. Потом будем грунтовать. Везде обычным грунтом наполнителем. Снутри тоже все края сделали эпоксидным грунтом. Теперь нададим и... Ну, не изнутри, естественно. Нададим маленько подсохнуть все. И все. Потом будем красить. Все подсохло. Сейчас мы загрунтуем обычным грунтом. Загрунтовал изнутри. Сейчас задую. И завтра уже покрашусь наружу. Машина без капота. Эстетически некрасиво смотрится. Покраска под закончилась. Смотрите, как хорошо получилось. Всем спасибо за просмотр.